Друзья, всех приветствую. Сегодня, как видите, у нас новый гость в формате батла Дмитрий Черепощук, партнер компании Амаркетс, который также вместе со мной будет делиться с вами точкой зрения касательно того, что на финансовых рынках происходит. Я думаю, что Дмитрий пару слов буквально скажет о том анализе, который ему кажется более предпочтительным, чтобы читать текущую ситуацию на рынке. Не знаю, Дима, это технический анализ или фундаментальный, но знаю то, что я отвечаю за фундаментальный анализ, поэтому если у тебя все-таки техника, это будет круто. Но если ты тоже акцент делаешь на фундамент, из этого также получится классная синергия. Ну, пару слов буквально о себе. Да, да, всем-всем привет, ребят. Смотрите, торгую очень просто, то есть очень просто беру уровни со старших таймфреймов, то есть это дневной, часовой таймфрейм, и переношу их на 5 минут, и там уже более скрупулезно ищу точку входа. То есть в торговле используют только горизонтальные уровни и объем, объем вертикальный. То есть есть закономерности на рынке, которые отрабатывают. Вот я пытаюсь их для себя определить, как я их понимаю, вычленить из него крупного игрока, кто движет этой формации на этом данном инструменте. И вот так уже торгую порядка около 3 минут. Это если вкратце. Спасибо тебе, Дим. Я предлагаю тогда начинать. В принципе, давай начнем с меня тогда, чтобы 10 раз в игру слов не передавать. Так, демонстрация должна была уже пойти, да? Видно график? Да, да, все хорошо видно. Так, отлично. Ну что, друзья, начнем тогда с индекса американской валюты. За этим инструментом сейчас точно нужно следить. Уже неоднократно подчеркиваю то, что, зная, что происходит с долларом, можно, в принципе, понять, что произойдет с другими инструментами. Индекс американской валюты в моменте, мы видим, как неплохо поджимают. И уже почти выполнена долгосрочная цель, на отметке 90 пунктов. Я думаю, что мы над ней точно доберемся. Но, может быть, не сразу будет какая-то коррекция, потому что она должна быть. Сегодня на повестке очень важный отчет Non-Farm Perils. Не хочется его преувеличивать, значимость его для рынка, потому что очень часто заходил с того, что рынки точно раскачают, потому что это один из лучших и важнейших индикаторов состояния американской экономики. Но, по факту, мы получали там пшик вообще, а не реакцию рынка на этот релиз. Но сейчас непростое время. Чем больше сейчас будет негативных сигналов по состоянию американской экономики, тем, соответственно, больше будет стимулов у властей США, Конгресса, Резерва дать экономике доп. меры поддержки. Вот о них, кстати, на своих брифингах ежедневных я рассказываю постоянно. На этой неделе фон обновился, потому что впервые, я думаю, что больше, чем за два месяца, Палата представителей, которая возглавляется на НСПЛОСИ, реально стала обсуждать необходимость все-таки разработки законопроекта и передачи его на согласование в Конгресс. И я, будучи оптимистом, рассчитываю на то, что до конца этого месяца, соответственно, года, будут какие-то продвижения в этом вопросе, и экономика получит доп. ликвидности. Я ставлю на то, что индекс долларов все-таки доберется до 90 пунктов, но все-таки сегодня я зайду через небольшую коррекцию, потому что допускаю, что мы можем вернуться в район 91 пункта, то есть сейчас котировки 90.64, и только после того, как протестируем нижнюю границу даунтренда, может последовать разворот, ну и дальше снова будем говорить о потенциале снижения. Поэтому для тех, друзья, кто соскучился по конкретной сделке по индексу доллара, раньше я всегда обозначал тенденцию, это заход в рынок через отложку sell limit с уровня 91, стоплостно на уровень 91.50, и ждем в качестве take profit на значение 90.10. Также хочу обратить внимание, сегодня можем разобрать ситуацию с новозеландским долларом, потому что, опять же, с точки зрения фундаментального фона, я отношусь к тем трейдерам, которые ставят на тотальные покупки всего, что имеет отношение к риску. Вот новозеландский доллар, разумеется, представитель рисковых активов рынка Форекса, и я его давно уже покупал, есть очень хороший профит, сейчас мы видим локальную коррекцию. Хочу отметить то, что эта коррекция вряд ли будет глубоко, чем есть на самом деле. Вот сейчас котировки 0.70.43 в моменте, я думаю, что ниже 0.70.30 мы вряд ли пройдем. Поэтому вторая сделка – это покупка через buy limit с уровня 0.70.30. Это как раз в расчете на то, что идущий в моменте тест колозящий средний, я слежу за 137-м периодом, он все-таки пройдет, котировки заберутся локально, вероятно, еще ниже, и потом уже весьма возможен последующий рост, который будет опираться, собственно, на идею долгосрочной слабости американского доллара. Поэтому с точки входа понятно, 100% ставим на уровень 0.69.80, а в качестве take profit я бы рекомендовал смотреть на значение 0.71.50. Вот ограничусь сегодня двумя идеями. В принципе, эти идеи отчасти коррелируют между собой, потому что все завязано на долларе. Соответственно, если доллар не поведет себя так, как хотелось бы, не отработает и эта идея. Но я очень сейчас уверен в конкретной тенденции, которую обозначил и озвучил. Поэтому будем работать вот с тем, что есть в моменте. На другие активы распыляться сегодня не буду. Два инструмента. Может быть, в следующую пятницу уже будет что-то более интересное, и можно будет посмотреть на другие активы. Дим, передаю тебе слово. Да, да. Хорошо. Одну секундочку. Тогда я подключу монитор. Видно ли, подскажите? Все уже видно. Давайте тогда начнем с... Коль мы зашли за валютные пары, я евро-доллар отметил бы для себя, потому что очень долго мы стояли, если вы увидите этот дневной график, очень долго мы стояли в канале, набирали позицию. И первого числа, декабря, мы вышли из этой консолидации наверх, что означает, что эта позиция была набрана в лонг. То есть сейчас очень красивая картинка слаживается. То есть вышли и планомерно идем. Но так как заканчивается неделя, пятница, сегодня может быть какая-то коррекция, потому что крупные игроки могут фиксировать свои какие-то дальние сделки. За эту неделю они уже в хорошей прибыли, если брали заранее, нижние, скажем, границы канала или после пробоя. Поэтому может быть какая-то коррекция. Но все равно сценарий остается положительный. То есть эту всю позицию, которую набирали мы все это время, с августа, грубо говоря, и по декабрь, естественно, что за 4 дня она не реализуется. Поэтому я ставлю на то, что все-таки евро-доллар продолжит свое шествие вверх. Но в пятницу сегодня может быть коррекция. Поэтому с как таковыми входами в позицию я бы уже присмотрелся на понедельник. Что касается доллар-рубль. Доллар-рубль тоже очень интересная картинка на этой неделе сложилась. Объясню почему. Потому что у нас есть хорошая база, с которой мы сходили, довольно сильное движение продемонстрировали наверх, откатились от нее и пошли на перехай. То есть якобы указывает на то, что преобладает покупатель на рынке. Но что мы видим дальше? То есть нас, как эмитента, затянули под уровень. Пробили вот эту базу, с которой был перехай. Это очень мощный для меня, я его интерпретирую, уровень. Потому что с него взяли еще выше наверх. Эмитент готов был покупать по таким ценам. Сейчас же продавили в ниже. Что ожидать сейчас? Так как, опять же, повторюсь, пятница, я бы посмотрел на то, что инструмент немного скорректируется вверх, откатиться, якобы в связи с тем, что тоже будут игроки фиксировать профит. Кто-то не захочет, так как сейчас повышенные риски. Мы знаем, что каждый раз какое-то обновление, то вакцина выходит, то какие-то страшные данные по опять ковиду. И это непредсказуемость. Определенное на рынке все равно присутствует. Поэтому сегодня может быть также откат, но я рассматриваю пару доллар-рубль все-таки на снижение дальше, потому что пробили очень серьезный уровень поддержки. Это что касается доллар-рубль. Также хотел бы очень отметить, это нефть. Нефть очень сильно ходит за последнее время, укрепляется, несмотря ни на что. Хотя кризис мы еще далеко не закончили, но она все равно каждый раз обновляет свои максимумы. Что не может, естественно, положительно влиять на доллар-рубль, который мы обговаривали ранее. Поэтому он как бы и укрепляется. Так же само, как и на прошлой паре. Есть канал. Я еще раз повторюсь, я торгую очень просто. Есть канал, набрал крупный игрок в позу. Выход, соответственно, мы видим выше. То есть из канала предположительно, что значит крупный игрок рассматривал эту позицию и накапливал для похода выше инструмента. Сейчас мы пробили этот канал и устремляемся вверх. Если мы закрываемся сегодняшним днем выше этого канала, в понедельник у нас будет замечательная возможность войти в лонг, то есть взять длинные позиции по нефти. Я думаю, что это не последнее длинное раллийное движение. А мы знаем, что под Новый год часто рынок делает определенные ралли. Поэтому я думаю, что нефть тоже пойдет выше. Единственное, что будьте осторожны, потому что всегда есть специфика нефти. Это то, что она сейчас в последнее время не очень технично в плане отработки уровней. Поэтому если мы закроемся ниже, произойдет сегодня какое-то коррекционное движение и закроемся ниже, тогда сценарий на покупку отменяем. Потому что это тогда будет считаться ложным пробоем. Также хотел бы еще пару слов сказать о золоте, потому что оно недавно было на такой как бы у всех теме, потому что очень сходило, исторические максимумы свои протестировало. Такого никогда не было. И сейчас вот наступила какая-то коррекция. Эта коррекция тоже как бы уже прошла в плане того, что мы видим некоторый откат. Но этот откат был сугубо технический, потому что мы видим, что все хаи понижательны. То есть тренд у нас не сломлен. Это сугубо технический откат по классическому, как мы знаем, теханализу. Я бы рассматривал, чтобы мы протестировали вот эту зону 18500. 50, прошу прощения. И тогда после ложного пробоя, или если мы будем закрепляться на дневном графике, то есть пару дней отстоимся и увидим, что инструмент даже не допускает до уровня, я бы рассматривал на продолжение снижения, то есть по золоту. Это моя рекомендация. Это очень, как бы я за ним буду пристально следить за ним в понедельник. И думаю, что тоже поучаствую в этом движении, если все сложится так, как я рассматриваю на данный момент. Это все как бы то, что самые такие интересные идеи, которые я вот для себя рассматриваю в плане на будущие торги. Так, Дим, большое тебе спасибо. Слушай, было очень интересно. Можешь отключать демонстрацию. Одну секунду. Так, круто. Вот сегодня нам удалось разобрать даже большее количество инструментов, чем мы разбираем всегда. Благодарю вас отдельно за это. За рубль, наверное, вам спасибо скажут. Нефть действительно тоже очень интересна, особенно после вчерашнего решения ОПЕК. Короче, движения, друзья, намечаются довольно серьезные. Я думаю, что будут комментарии обязательно. Дим, если у тебя есть возможность, ты, пожалуйста, поскольку следующий эфир у нас будет в пятницу, то есть через неделю. У нас такие получились идеи долгоиграющие. И будут вопросы. Я думаю, что, может быть, что-то будет целесообразно скорректировать по уровням, по точкам входа, дать доп. комментарии. Ты прям в комментариях тогда забрасывай инфу. Ладно, будет полезно. Ну и следующий эфир тогда в пятницу, если все будет замечательно, ты также сможешь найти время, чтобы вместе со мной выйти в прямой эфир. Поговорим уже о актуальной рыночной ситуации и дадим новые торговые идеи. Дим, тебя тогда с почином сегодня. Большое спасибо, что разбавил наше сообщество именно в подготовке аналитического контента. Тебе хорошего закрытия недели, классных выходных. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.